Скажите мне, дорогие друзья, сколько человек умерло в Соединенных Штатах Америки от гриппа в 2018-2019 годах? 10, 20, может быть, тысяча... 34 тысячи 200 человек. Такую информацию я нашел на официальном сайте правительства США, GOV, и вбив в поисковую строку гугла несколько слов USA, Death Rate, Flu, ну и еще год, 2019. Знали вы об этом что-нибудь? Нет. Сколько людей умерло в России от гриппа, я боюсь себе представить. Но у нас сейчас пандемия. Бороться с пандемией можно одним-единственным способом – это карантин. Я вот тут решил провести экскурсию 28 числа в Петербурге под названием «Коронавирус 1831. Холерный бунт». Потому что, наблюдая вот эту истерию, которая происходит сейчас, ты невольно задаешься вопросом, а что же творилось во время, например, чумного бунта в Москве, который подавлял и Робкин, ну и Григорий Орлов, приехавший туда. Да, у нас на самом деле в Петербурге, в Царском селе есть триумфальные ворота. Это, по сути, памятник к коронавирусу 18 века. Я думаю, что в Москве тоже надо замутить экскурсию в районе Донского монастыря, где толпа убила митрополита. Ну вот, до таких вещей доходило. Ну, собственно, на стеной площади они просто скидывали врачей из окон. Это последствия паники. Так вот, пандемия, карантин. Мэр Собянин говорит, что надо сидеть в карантине после прилета. Две недели. И всех будут сажать. И поэтому некоторые люди, например, не полетели со мной в Берлин. Я полетел, и еще несколько человек полетели, у которых как-то вот коронавирус еще не проник под корку головного мозга. Почему? Потому что, когда мы возвратились, ни в какие карантины мы не попали. Ни я, ни еще одна моя прекрасно знакомая в Москве. Я вот в Петербург прилетел. Ребята из Иркутска меня там нашли. Они приехали продавать туры на Байкал. Ну, вот самое время, как выяснилось. И они спрашивали, может быть, сдать билеты, может быть, лететь не через Москву, а через Петербург. Я сказал, чтобы они выкинули это все дерьмо из башки, что все будет нормально, и все было нормально. И в этой связи вопрос. Ну, то есть, как бы, если мы боремся с вирусом, то тогда действительно всех прилетевших надо сажать на двухнедельный карантин. Если мы не сажаем на двухнедельный карантин, но при этом объявляются о том, что это возможно, то, как это называется, мы сеем панику. Не бывает половинчатых мер. Если мы запрещаем в Москве мероприятия свыше 5000 человек, то почему в Петербурге запрещают мероприятия свыше 1000 человек? Кто ответственен за эти критерии? Каким образом они вычисляются? При работающих супермаркетах, гипермаркетах, при работающем метро, при свободном передвижении по стране на всех видах транспорта, как вы думаете, вот эти меры, они к чему-то приведут когда-нибудь? Ответ, мне кажется, очевиден. То есть, если вам прописывают пить антибиотики в течение 10 дней, их нужно пить в течение 10 дней, а не в течение 5. Потому что если вы будете пить их в течение 5 дней, то вы только подкормите своих бактерий. Не бывает ситуации, когда я немножко беременна. Бывают ситуации, когда я конкретно беременна, и вы это прекрасно знаете. Но при этом народ оставляет такие сообщения и такие комментарии. Я вот тут посидел в паре сообществ, почитал то, что пишут, в общем-то, неглупые люди. И я, честно говоря, обалдел. Дело в том, что в России, например, у нас есть такая тенденция, когда мы даже больные ходим на работу. Ну, собственно, и я, и вы, я думаю, с этим сталкивались неоднократно. Ну, подумаешь, там, некоторые даже масочки не надевают, потому что масочки, это как бы иногда, опять-таки, ну, знаете, палеотив. А в таких странах, как, например, Китай, да, в котором я был, и, ну, немножко что-то там понял про них, там вот эти вот как в армии. То есть, если ты чихнул, кашлянул, тебя сразу бац, на тест и выявляется. То же самое, я думаю, и в Корее, и во всех остальных государствах подобного типа. Именно поэтому берется вот эта чудовищная статистика по заболеваниям. У нас кто-нибудь когда-нибудь вообще на коронавирус, ну, проверялся? У меня вот, например, дитятя переболел три недели назад, очень странная какая-то болезнь, и не РВИ, и не грипп, выздоровел, все нормально. Ну, вы же понимаете, когда дитятя, там сдаются анализы, все какие только можно, даже на профпригодность, не знаю, вождение катка. Есть такие анализы, нет? И это был не единичный случай. Мне рассказывали про такие вещи, как бы, и у него в школе, и еще где-то. Возможно, это, конечно, какой-то другой вирус, они же еще имеют привычку мутировать. Но, тем не менее, никто не отправлял на сдачу, на вот эту самую корону. И есть ли у нас, например, в стране сейчас центры, где мы можем это сделать? При этом, как бы, постоянно идут отмены каких-то мероприятий, постоянно еще что-то. И вот это что? Вот это, оно, как бы, оно, типа, нас спасет, да, от вируса? Или как? Ну, вот, например, 1831 год, да, сплошные карантины. Отсюда, собственно, и этот холерный бунт. Но, тем не менее, уже тогда понимали, как с этим бороться, как бороться с этой заразой. И вот эта массовая идиотия, она проявляется, ну, понятно, что она проявляется не только у нас. Вот мне там приятель Саша прислал пустые полки магазинов из Бостона. Но американцы, это, как бы, отдельная песня. То есть, они вообще очень, достаточно сыкливы нации, если честно, при всем уважении. Потому что, как вы знаете, агент Госдепа, ну, вот, иногда лью воду на другую мельницу. Но, тем не менее, такая же ситуация там происходит, например, в Литве. Вот у меня коллега из Парижа уехала в Литву, там все то же самое. Ну, и в других. Не мне рассказывать, этим переполнен интернет. У нас этого нет. Но у нас это, на самом деле, может начаться, если вот эти все деятели, которые там начинают писать про то, что... Ну, да, в Италии страшная ситуация. Я согласен. В Италии умирают люди, итальянцев реально жалко, потому что это очень симпатичная мне нация. С ними невозможно ехать в Сапсане, потому что они не затыкаются ни на секунду. Но в этом, собственно, их милота и проявляется. Но зачем постоянно писать об этом? Зачем постоянно пугать нас этим, если у нас не включается вот этот вот режим полной изоляции? Зачем постоянно призывать не ходите туда-то, не делайте то-то? Это не спасение, понимаете? Должны быть какие-то директивные шаги, предпринятые на уровне правительства, тогда это сработает. А вот это, оно не работает. Более того, оно только усугубляет ситуацию под названием массовый психоз. А к чему массовый психоз в России может привести, я думаю, вы прекрасно знаете без меня, если вы хоть немного знакомы с историей нашего государства. Я с этим сталкивался, ну, вообще неоднократно. Например, те же самые желтые жилеты. У меня двое человек не поехали во Францию, потому что желтые жилеты. И вот я был во Франции, как бы я им пытался объяснить дистанционно, что желтые жилеты это как бы, ну, не то, что они думают. Ну, вот же нам же там рассказывал Шарий и все. И как бы, вот хоть ты кол на голой тиши, все. Вот им в интернете сказали, они в это поверили. Сейчас мы пришли к тому, что, например, футбол проходит при пустых трибунах. И тем не менее, вот, ну, эта новость уже не свежая, я писал об этом в своем блоге, прекрасный пример, матч ПСЖ Боруссия-Дортмунд при пустых трибунах. Ну, чтобы зараза не распространялась. Тем не менее, за пределами стадиона больше пяти тысяч человек собралось поддержать, соответственно, своих. И после матча один из игроков, Парис Сен-Джермен, вышел, плясал с ними, обнимался, целовался, потом вернулся обратно. Ну, это, это прям, вот, знаете, это профилактика. Самое, самое, что ни на есть, самое, вот, прямо самый сок, самый смак. Поэтому пока вот мы живем в таком режиме, да, вот люди ходят, все работает. Я вот экскурсию сегодня провел, там, пришло аж 40 человек, ну, потому что погода хорошая. У нас вообще, знаете, такая тенденция, как май, точнее, не май, а март. Как март в Петербурге, так вот такая зима. Яркая, солнечная, прекрасная, но зима. И каждый год одно и то же. Ты думаешь, что вот ты сейчас вот расслабишь булки, но нет. И по поводу расслабления булок. На самом деле, в свое время я делал интервью с несколькими, там, замечательными людьми в посткризисный период. И они мне говорили, что на самом деле кризис это иногда даже хорошо. Потому что он сметает, вот, все то, что не должно было быть. И мне кажется, что человечество, человечество в принципе расслабило булки в последнее время. Вот мы сейчас как раз это обсуждали после очередной экскурсии по поводу, там, вот этих всех теорий, там, да, рептилоидных, там, Монферран и все такое прочее. И очередной раз я объяснял, да, что там Сонечка Перовская могла 40 километров в день наяривать. Корнея Иванович Чайковский ходил пешком из Сестроревска в Петербург, иногда даже босиком. То есть для них это было абсолютно нормально, для нас это не то, что ненормально, для нас это просто неестественно. Так вот, человечество очень сильно расслабило булки, и ему, конечно, периодически надо делать такую встряску. И это очень классно выявляет вот этих вот идиотов, которым я бы хотел пожелать пойти в район, так сказать, детородного органа и не писать вот этого всего, не сеять панику, не говорить о том, что надо делать так-то, сяк-то и прочее. Промывайте нос, я этим занимаюсь, например, по жизни, да, ну, вот, как бы физраствор, если не физраствор, так с солью, с содой, и все нормально. И мыйте руки, и все, вы с повязкой можете себе в задницу запихнуть, потому что она вас, как правило, не спасет ни от чего в данном случае. И что касается в целом, у меня вот есть такой лайфхак двойной, два лайфхака на самом деле, который мне очень сильно помогает. Когда я еду за рулем, и там, я не знаю, я чихнул и думаю, а-а-а, вдруг у меня коронавирус, я просто смотрю на себя в зеркало и вспоминая вот эти 20 лет работы в медиа, все, что вот я наблюдал периодически, то есть, ну, еще до того, как я занимался журналистикой, истерию вокруг акций МММ, затем вот два экономических кризиса 1998-2008 годов, террористическая угроза, сколько с этим было связано, отчасти даже истерию по поводу вот этих всех украинских тем и так далее, и так далее, этому, ну, нету конца перечню. После того, как мне там, не знаю, приходилось писать за Ксюшу Собчак интервью и прочее, у меня там есть об этом выпуск, и зная, как на самом деле легко раскрутить в СМИ любую историю, я смотрю на себя в зеркало и говорю, ну, перец, ну ты же не дебил, ну, нет, понятно, что по мнению некоторых комментаторов, я дебил, и слава богу, пусть они пишут об этом, пусть они саморализуются таким образом, но я-то для себя понимаю, что нет, я же ходил на мастер-классы и на семинары, где тебе наглядно объясняли, без всяких там пирамид маслоу, да, что лучше всего в СМИ продается страх. Страх – это ходовой товар. Когда ты продаешь страх, твои тиражи взлетают, ну, тогда это были тиражи, сейчас там, не знаю, посещаемость каких-то онлайн-ресурсов. Поэтому, когда речь про всевозможные коронавирусы возникали в 2015 году, то СМИ об этом не писали, да, то есть вот на сайте ВОЗ, например, есть информация про заседание комитетов, посвященных этой угрозе. Сейчас, когда это стало явно очевидно, конечно же, нужно продавать страх. Он заходит просто на ура. Но в данном случае нужно посмотреть трезво, посмотреть на себя в зеркало и спросить, ты дебил или нет. Ну и дальше уже в зависимости от того, какой ответ вы на этот вопрос себе дадите. А второй лайфхак касается вот всех этих там падений рубля, нефти и так далее. Ну и вообще вот там, не знаю, экономического кризиса, который у нас сейчас настанет. А на самом деле, опять-таки, это все последствия 2008 года, потому что, как большинство уже тогда было в курсе, кризис-то он не миновал, он просто, ну, затихорился. И в нашей стране, которая богата нефтью, газом, и на этом, наверное, все, плюс еще там ряд пунктов, ну, это крайне явно и очевидно. Так вот, когда я начинаю ныть, стонать и думать, что ай-яй-яй, все пропало, как мне плохо, я вспоминаю свою бабушку-блокадницу и те ее рассказы про зиму 1941-1942 года. И я понимаю, что я просто, ну, охренел немножечко в атаке. То есть, где жить есть, есть, что есть, 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 да даже, в общем-то, на чем ездить есть, даже оно присутствует. Поэтому в этих случаях я просто говорю себе, заткнись, мудак, и делай свое дело дальше, и все у тебя будет нормально. Были времена, во время которых все твои проблемы, не то чтобы проблемами не являлись, про них бы никто даже и не думал. Друзья мои, я специально сменил микрофон и картинку для того, чтобы акцентировать один очень важный момент. Поскольку я уже писал на эту тему в соцсетях, то столкнулся с традиционной ситуацией, когда люди читают, а в данном случае смотрят и слушают совершенно не тем местом, которое для этого предназначено. И более того, они изначально, вот они сделали для себя вывод, и уже этот вывод проецируют на все, что они видят на пространстве интернета. Никто не заявляет о том, что коронавирус не опасен, и что эта паника беспочвена. Никто не говорит о том, что вы поедите чеснока, и все у вас будет нормально. Коронавирус опасен точно так же, как тадам, любой вирус опасен. Но у нас Россия, у нас не Америка и не Европа, и у нас может разразиться такая пандемия с бейсбольными битами и даже огнестрельным оружием, по сравнению с которой пандемия коронавируса покажется детским садом. Поскольку от вируса все-таки можно излечиться, а вот от этого уже не излечится никто потом. Я вот, например, знаю одного эксперта, и в данном случае я говорю без иронии, он реальный эксперт, я брал с ним два раза интервью, и он каждый божий час постит у себя в фейсбуке, я специально залез, проверил на его страницу, какие-то адовые таблицы и прочее, и прочее. Так вот, у меня вопрос, а когда экономика у нас рухнет, он будет ее восстанавливать или как? Русский человек долго запрягает, но быстро едет, и как Первая мировая война явилась определенным триггером для определенных процессов, так и коронавирус может стать просто бомбой замедленного действия. И больше всего меня раздражают не идиоты, с ними все понятно, а умные люди, которые становятся идиотами и не видят и не понимают явных вещей. У меня такое ощущение, что они вообще не осознают, в какой стране они живут, что за люди у нас живут, и вообще, что такое наш народ, и как с ним общаться, и что ему можно говорить, а что ему лучше вообще не говорить. Если вы знакомы с моим творчеством в интернетах, то прекрасно знаете, какое время я посвятил изучению, допустим, древолюционного терроризма и всех вообще революционных процессов, и не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, как это все у нас работает. Поэтому сдохнем мы не от коронавируса, сдохнем мы совершенно от других вещей, и пора бы уже, наконец, прозреть. Посему, дорогие друзья, коронавирус коронавирусом, но вот, тем не менее, в моем случае экскурсии продолжаются, и вот, как я уже сказал, 28 марта здесь, вот, если туда пройти, на Синой, я проведу экскурсию «Коронавирус 1831», на самом деле там будет и про Федора Михайловича Достоевского, и про переулки, описанные в его романе, «Преступления и наказания», в которых обитали проститутки, ну и вообще, в принципе, дойдем до двух адресов, связанных с Федором Михайловичем, расскажу про его супругу, и 29-го фактически продолжение этой темы, потому что экскурсия будет называться «Рок и Достоевский», и мы будем смотреть на два самых главных адреса, то, откуда началась литературная слава Достоевского, и то, где она не закончилась, но закончилась его земная жизнь, ну и, соответственно, про Ленинградский рок-клуб на улице Арбенштейна, и все, что с этим связано вокруг. В Москве 4 и 5 апреля две экскурсии вокруг Девичьего поля, и от станции метро «Бауманская» мы будем гулять, я расскажу и про Пушкина, и про Баумана, и про дядю Пушкина, что самое главное, и так далее. А 2-4 мая, друзья мои, если у вас Европка накрылась медным тазом, или какие-то другие направления, вы можете приехать в Петербург, и посетить мой персональный тур. 19 октября, уж не знаю, в принципе, группа есть, мы планируем поехать в Вену, я надеюсь, что к тому моменту вся эта дебилоидная ситуация разрешится сама собой, и мне кажется, что волшебный урок рынка этому поспособствует. Тем не менее, если вам интересно, пишите все ссылки, вот включая даже ту, где рассказывается про количество смертей в Соединенных Штатах Америки, кстати, американцы платили по 20 тысяч долларов для того, чтобы улететь из Франции домой, а Трамп им этот кислород перекрыл. Вот так вот оно бывает. Они платили эти деньги, чтобы вернуться в страну, где за два года умерло больше 30 тысяч человек от гриппа. Вы можете представить, сколько было заражено этим? Так вот, все ссылки находятся вот там, на этом все, комментарии, пока!